Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы сегодня с вами говорили уже о том, что Алла Довлатова сравнила Пугачева с Пушкиным по значимости для России с Александром Пушкиным. Это, конечно, фантастика абсолютнейшая, но я хочу сказать, что на фоне того, что говорили, что она хочет вернуться на Новый год, выглядит как подготовка почвы. Еще раз скажу об этом, говорить нужно и важно, хотя бы потому, что это все-таки знаковая фигура, и мне бы хотелось, я думаю, что как и вам, чтобы у нас эстрада была равно творчество, а не равно шоу-бизнес или равно деньги, где 5-6 человек за деньги решают, кого продвинуть, а кого не продвинуть. Ну, за деньги или там еще за что-то, я не знаю. Значит, и лидер землян, пишут Киселев, вступился за Пугачеву. Мы говорим о тех людях, которые сегодня высказались. В преддверии Нового года все больше начинают звучать голоса тех, кто говорит, что ей нужно пожалеть, простить, поставить определенные рамки, чтобы она вернулась и так далее. Стоит, вы знаете, сказать, что Киселев это не просто лидер группы «Земляне», это медиамагнат, владелец русской медиагруппы, это русское радио, телеканал РУ-ТВ, очень известный человек. Сразу хочу сказать, что при всем моем уважении я с ним не согласен. Уважение почему? Потому что человек с безупречной патриотической позиции, он не просто поддерживает Донбасс, он постоянно возит туда исполнителей, сам выступает там постоянно, выступают его дети. И могу сказать, что, конечно, на фоне этого какие-то вещи, о которых раньше можно было сказать, что что-то не так, я тем людям, которые сейчас, те люди, которые сейчас выступают на Донбассе, которые ездят, которые помогают, которые поддерживают, для меня это нивелирует все абсолютно те вещи, которые раньше можно было там, за которые критиковать или еще что-то. Человек за родину. И не просто там, как Шукшина говорил, съездить, сфотографироваться, а годами поддерживает. Но при этом здесь вот с Пугачевой все-таки я не согласен. Что Киселев говорит? Во-первых, он сегодня обратился с открытым письмом, где, в принципе, расписал всю ситуацию в шоу-бизнесе на данный момент. Мы можем это письмо разобрать. Письмо довольно объемное, там он говорит обо всех, и включая Шамана, и всех он там упомянул. Значит, и в данном случае касается Пугачевой. Многие говорят, пишут СМИ, что Киселев сильный, бескомпромиссный человек, который никогда не был по течению, всегда отставил свою позицию. Именно у него была конфликтная ситуация в Сочи у Крутого. В своем открытом письме он выражает удивление тем, что сейчас происходит в российском шоу-бизнесе. В своем послании он также заступился за уехавшую Аллу Пугачевой. Вот что он пишет. А кого мы имеем сегодня? Пугачева жива, но ее поставили в такие рамки, что она покинула Россию. Ротару Украенко, Леонтьев и Антонов, дай бог им здоровья, испытывают серьезные возрастные проблемы. Не создавая новых, держите ветеранов. Но к чему мы пришли? Действиями, абсолютно напоминающими слона в посудной лавке, вытолкали этих артистов за границу. И вот что дальше он продолжает. Я с ней не согласен и не оправдываю ее. С позволения искать ее муж, три точки, бог ему судья. Но Алла, она решила защищать своих детей, как наседка своих цыплят. И вместо того, чтобы пригласить ее, поставить, образно говоря, в строй, ее потеряли. А ведь она могла стать путеводной звездой. Надо дорожить тем, что имеем. Кроме Александра Маршала, Николая Баскова, кроме Ларисы Долина и Григория Лепса, фактически нет ни одного артиста серьезного поколения, который стоит делами за свою страну, считает Киселев. Друзья, что я хочу сказать. В чем-то он прав. В чем-то он прав. Но, вы понимаете, с моей точки зрения, стелиться перед той, кто вот таким образом высказывается? Ведь началось не с того, что ее поставили в какие-то рамки. Началось с того, что они обозначили эти рамки с мужем. Внесенную в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента на территории Республики Министром Ревгалкиным. Они обозначили сначала он, а потом и она. И после этого они были поставлены в определенные рамки. Потому что, если бы в эти рамки они не были поставлены, они бы продолжили свою деятельность. Правильно? Правильно. Я так это понимаю. А что нужно было поставить в ее рамки? Сказать, давайте мы пойдем вам на встречу, сделаем все, как вы хотите, как обычно. Вы только, пожалуйста, съездите, спойте. Ну, хорошо, она бы даже, может быть, и спело съездила. Но какую бы деятельность они вели внутри здесь, непонятно совершенно. Писали, что она приехала ходатайствовать за мужа. Там и так далее. Ну, хорошо, разрешили бы им вернуть, закрыли глаза. А как бы народ на это посмотрел? Это тоже нужно все учитывать. И плюс ко всему, вот он перечислил, исполнители, действительно заслуживающих громадного уважения. Но не нужно забывать о молодых исполнителях. Если вы говорите о том, что, значит, не вырастив молодежь, так сказать, держите ветеранов. Ветераны по 30-50 лет поют на сцене. Уже столько молодежи талантливой было и есть, которые не пропускают на сцену продюсеры. Почему? Ну, почему не пропускать на сцену тех патриотически настроенных исполнителей, которые не хотят быть с продюсерами, а хотят быть с самобытными артистами? Их очень много, молодых исполнителей. Так раскручивайте их, делайте их звездами, так сказать. Вот вам будут новые, их сотни у нас талантливые. Земля полнится талантами. Нет у нас 5 человек, которые уперлись. Давайте вот их будем перед ними стелиться, чтобы они, так сказать, за Россию пели песни. Да у нас огромное количество. Поэтому я здесь не согласен. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку закрепленную, комментарий в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости там новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на остросоциальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал, называется Будда Гришна новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.